Добрый день! Когда же, когда распродажа, когда носочки для подарков стоят по рублю, когда всякие подсвечники, какие-то новогодние подарочки стоят по 8-9 рублей, но это не значит, что я их буду беречь на следующий год, я их беру для декора, мало ли что я там буду делать на даче, да, но сейчас посмотрим цены после новогодних игрушек. А вот такие носочки сегодня у нас по рублю, пожалуйста, по рублю, кому выслать? Совсем недорого, совсем недорого. Ну вот старая цена, пластикового колокольчика у нас, 376 рублей, а сейчас его можно купить за 99 рублей. Я не знаю, нужен мне он или нет, но сейчас я его покажу. Ну вот такой колокол, 376 рублей стоил в Ашане до Нового года. Сейчас распродажа, я не знаю, взять, не взять. Повторюсь, все это уже мне нужно будет для декора, может быть, в саду что-то сделать интересное на даче. Я, пожалуй, возьму 99 рублей. По 9 рублей сегодня у нас тоже для декора вот такие листики. Я беру, я человек творческий, найду, куда все это приспособить после Нового года. Различные поздравления с Новым годом, 5 рублей. Потому что это уже не актуально. Все по 5 рублей. А то и по рублю опять же. Различные гирлянды по рубль 99. Так, по 10 рублей можно сегодня взять вот такие вот сапожки. По 10 рублей. По рубль 99. Можно сегодня взять вот такие вот поздравительные. Я не знаю, как они называются даже. Это на оконные дверные стекла. Можно приклеивать. Как стикеры, наверное. По рубль 99. Даже не знаю, стоит взять, не стоит взять. Да нет, Новый год уже прошел на самом деле. Чуть-то не хвататься. В общем, я бы это назвала посленовогодние разруха в Ашане. Посленовогодние разруха в Ашане. И то, мне кажется, что я уже опоздала на какую-то распродажу. Потому что народ здесь уже рассказывает, что прям еще вчера, позавчера. Здесь можно будет поживиться. Новогодними шарами. За 50 копеек. Опять же повторюсь, это же не на елку, а уже идут для декора. А еще даже не закончился старый Новый год. А в Ашане уже торфяные горшочки. Все, весна, мои дорогие. Снега еще не было. Но, похоже, пора уже высаживать рассаду. А что делать? А что делать? Пора, пора. И вот сейчас вместо новогодних елок, новогодних шаров и атрибутики сейчас у нас цветы. Как-то грустно. Все это быстро, быстро, быстро все закончилось. И вот, пожалуйста, мы можем уже брать цветы. Остатки игрушек. Игрушек по 10 копеек. Ну, нет, мне это неинтересно. Даже под 10 копеек. Единственное, на что бы я хотела обратить внимание, среди вот этой скидочной суеты, не забывать подходить к сканеру. Потому что под шумок. Ашан делает очень хитрые вещи. Он все кидает в одну кучу. И дорогие, и недорогие позиции товаров. А цену ставит самую низкую, якобы. Так что вот. Так, а что бы мне хотелось здесь взять сегодня? Это вот такие пакетики. Ну что, 23 февраля не за горами. И очень стильные пакетики для наших мужчин. Либо с автомобильчиком. Ох, да их только здесь много, да разные. Ну да. Вот чем мне нравится после новогодней Ашан, люди ходят без суеты. Совершенно спокойно. Можно подрогать игрушки. Что-то там себе повыбирать. Так все интересно, оказывается. Наконец-то предновогодние цвета. У нас она закончилась. Даже не имею понятия, что это такое. Кубик Рубика, что ли. Большой фикс-прайс, наверное. Похоже на большой фикс-прайс. Я набрела на деньги. Так, 100 евро. Что у нас еще здесь? 100 евро у нас нормально. Что, покрупнее нету, что ли, 100 евро? Так, я упорно ищу другой номинал. Отлично. 50 евро. Хорошо. И еще что-то там такое. Вот, 500 евро. Бумага для записи. Если недорого стоит, то я возьму еще на подарки. Но вот нигде не вижу цен. Ашан пока молчит у нас по ценам. Вообще по ценовой политике. У нас здесь тишина. Приходится каждый раз бегать к сканеру. Ну, посмотрим, сколько у нас стоит блокнот, 500 евро. 50 рублей. 49 рублей. Ну, может, пойдет на подарок. Короче, набрела в Ашане на большой фикс-прайс. Все по 49. Все по 49. Все такое интересное. Вот что мне понравилось. Это силиконовая, как она называется-то, для стекол. Для мытья стекол. 49 рублей. В принципе, не очень дорого. Для мытья стекол. Не знаю, нужно ли, не нужно. Опять куда-нибудь закину всю эту ерунду. Короче, она мне просто понравилась. Покупать я ее не буду. А я и на самом деле устала, ходя по Ашану. Здесь очень жарко. Поэтому приходится еще раздеваться. Как здорово. Ходишь-ходишь. Раз тебе такая скамеечка. Устал? Отдохни. Присаживайтесь. Не стесняйтесь. Если бы еще сюда подавали бы кофе, чай, вообще было бы суперско. Представляете себе? Это тоже очень приятненькие пакетики. Цена у них 5 рублей. К настоящему и крутому мужчине. Тоже бы, наверное, хотела бы взять. Но вот сейчас нет суеты. И хочу спокойно выбрать себе свечки на даче. Не очень дорогие, но хочу стильные себе выбрать. У меня есть подсвечники. Вот такая высокая свеча за 15 рублей. Очень мне даже подойдет. Очень даже. У них много. Очень недорого за 15 рублей. Парочку надо взять. И, по-моему, здесь еще что-то такое есть интересное за 11 рублей. Ага. За 11 рублей. Вот такие свечки. Ну, или взять за 11. Дело даже не в цене, а чтобы они все-таки смотрелись. На подсвечники не падали. Здесь просто волшебный аромат. Просто волшебный. 20 рублей. Ароматная свечка. Ой, какой запах. Какой запах. Короче, находилась. Устала. И опять-таки скамеечки. Устал? Садись, отдохни. Бесплатный Wi-Fi на протяжении всей прогулки Ашана. Сервис, опять же. Не все так плохо. Вообще, хотелось себе обновить уже салатницы, салатники, пиалки. Очень красивый. Очень красивый салатник. Просто необыкновенный. Я так поняла, что это порционный какой-то салатник. Цена. Подумаю. Не знаю. Набрела на тарелочке для своей внучки Улечки. Чудесные. Слушайте-ка, растерялась. Какую тарелочку своей пулечки купить. Ну, Маша и Медведь это уже в прошлом. Тарелочка у нас такая уже разбита на даче. Ох, она плакала из-за этого. Я думаю, что это все-таки немножечко бледновато. Возьму-ка я ей с Чиполлино. Наша добрая сказка Чиполлино. Вот еще и сказки Вовка в 29 царстве. Я так поняла, что их здесь много, я все не переберу. Ну что, посмотрим, что я купила в Ашане. Все-таки я взяла этот колокол, но не удержалась я. Ну что, скидки почти 300 рублей. Лягушечки для моей соседки 49 рублей. Тарелочка для Улечки, подставочки различные. Это мне нужно все-таки тоже будет подарить Рождество деловым людям. Для льда мне очень понравилась формочка. Так, что еще? Все-таки я не отказалась от этого. Не отказалась. Мне кажется, мне очень не хотелось, и я его взяла. Этот сапожок. Что еще? Свечки взяла. Свечки. Так, Олечки. Чайничек взяла. Ну, благо недорого стоит. И опять же надо что-то обновить было в этом году. Ну, и вот такие вот контейнеры мне нравятся. Я знаю, что Германия тоже выпускала раньше. Дело в том, что когда туда можно, когда закладываешь туда продукты и нажимаешь на этот рычажок, то выпускается воздух, и продукт очень долго сохраняется. Я не могла себе отказать в этом удовольствии. Ну и все. Очень даже недорого. И очень даже бюджетно, я бы сказала. Очень. Ну, все, мои хорошие. С вами была Любовь Да. И мой канал Next Station. И следующей станцией сегодня была у нас посленовогодний шопинг. Все по рублю, все по 5 рублей, или все по 49. Ну, здесь исключением некоторых позиций, которые я купила. До новых, добрых, веселых видео. Где я простая, где я домашняя. Ну, всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok